приветствую друзья на связи андрей жариков и владислав сколебов из германии шли вам привет отлично итак мы сейчас хотим обсудить текущую новость последнюю относительно блокчейна ультрон сейчас я включу демонстрацию экрана я нахожусь на сайте defi lama и что мы здесь видим то есть если вы захотите потом сами проверить да то есть вам нужно нажать на кнопочку chains то есть chains это как раз блокчейны то есть вот находите в левом верхнем углу в левом верхнем углу кнопку chains и загружается именно список блокчейнов как вы знаете криптовалют криптовалют большое количество в общем то последняя цифра по моему больше 26000 и вот когда вы нажимаете chains то появляется вот такой список именно блокчейнов и как видите этот список достаточно длинный крутим 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 до конца вот страницы крутятся вот на данный момент как видите уже 201 201 блокчейн то есть получается напомню тем кто не очень следит за этими моментами то есть криптовалюта есть криптовалюта имеющие собственный блокчейн их поэтому называют монетами или коинами но есть много криптовалют которые используют чужой блокчейн такие монеты скажем так такая крипта называется токенами и вот мы только что с вами посмотрели что в данном списке находится 201 201 блокчейн или 201 монета и есть именно есть такие которые поддерживают функцию стейкинга есть такие которые не поддерживают вот поскольку монету ультрон именно обладает свойством стейкинга то вот здесь вот нужно наверху правом верхнем углу поставить галочку вот сначала давайте посмотрим если галочки не будет и давайте прокрутим посмотрим на каком месте будет ультрон крутим 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 он там по моему где-то да вот если галочка стейкинг убрана то ультрон находится на шестьдесят девятом месте это среди всех монет а вот через поиск увидели да да а если мы ставим вот здесь вот галочку именно стейкинг стейкинг нажимаем в правом верхнем углу ставим галочку то есть получается мы как бы именно хотим сравнить те монеты которые обладают свойством стейкинга да и здесь мы видим уже что ультрон находится на девятом месте и в общем то это такое неплохое достижение почему потому что ультрон достаточно молодая монета которая была запущена всего-то год назад в июне 22 года то есть если мы прокручиваем вниз да то есть мы видим что ну получается он обогнал достаточно много других монет причем мне стало интересно стало интересно именно как давно существует например другие монеты и я выписал в таблицу то есть давайте вот посмотрим на первом месте в этом списке эфириум 2017 год а трон 2014 бинан смарт чейн 2020 арбитром 23 то есть это ну тоже достаточно свежий проект аваланч 20 год полигон 2017 оптимизм 22 солана 20 год ультрон 22 миксин 17 год и кронос 2018 то есть ну вот обратите внимание что на десятом месте находится например монета миксин который вообще-то 6 лет уже да она в 2017 стартовала кронос кроносу 5 лет то есть ультрон за год обогнал скажем те монеты те блокчейны которые существуют уже намного дольше то есть но это к вопросу к вопросу например а что в этом такого особенного да вот и вы смотрите сегодня я услышал такое тоже интересный комментарий что типа ну типа какая разница какая разница на каком месте надо смотреть на количество протоколов да посмотрите в этой таблице на втором второй столбик это протоколы и например у эфириума мы видим что протоколов действительно очень много 862 там у бинан смарт чейна 632 и так далее но хочу обратить ваше внимание что например у ультрона пока протоколов только 3 да а у миксина их 10 то есть больше и у кроноса аж 101 то есть подумайте ну если бы протоколы имели такое решающее значение то по логике кронос должен в рейтинге находиться выше ультрона да то есть если бы именно главный показатель был протоколы а потому что 101 это намного больше чем 3 по какому же критерию по какому критерию ультрон находится на девятом месте а вот давайте смотреть он находится на девятом месте по критерию tvl tvl это total value locked то есть общее количество заблокированных средств то есть ну можно как я это понимаю то есть можно сказать именно простым простым языком какое количество денег пользователи вложили в данный блокчейн или в данную монету и вот давайте посмотрим получается в монету ультрон например вложено на данный момент 435 миллионов миксин немного отстает 427 миллионов да кстати буквально несколько дней назад у миксин было больше денег здесь твл был выше и соответственно миксин занимал девятое место ультрон был на десятом вот сейчас они поменялись потому что количество твл сумма денег да у ультрона она оказалась выше то есть ультрон сейчас выше и вот давайте посмотрим кронос да у него сколько 325 миллионов долларов то есть получается что да у кроноса количество протоколов намного выше не 3 а целых 101 но заблокированных средств как мы видим намного меньше 325 до мы посмотрели 325 миллионов это вообще-то на 100 миллионов меньше чем у ультрона то есть как я понимаю это о чем говорит о том что именно пользователи комьюнити как модно говорить до комьюнити кошельками проголосовала на 100 миллионов за ультрон больше поэтому ультрон занимает именно в рейтинге девятую позицию и давайте посмотрим для сравнения те монеты которые занимают первые места эфириум 27 миллиардов но это конечно колоколосальные суммы да тут уже не на миллионы счет а на миллиарды откуда я знаю что миллиарды это потому что здесь слово би да биллион по-английски по-английски второе место занимает трон пять с половиной миллиардов финанс смарт-чейн 38 миллиарда и так далее ну то есть до таких топовых монет конечно еще надо расти и развиваться это потребует времени вот давайте посмотрим например чтобы ультрон занял восьмое место то есть встал на место соланы сколько ему остается ну где-то 200 миллионов сейчас 430 миль 5 миллионов у соланы шестьсот тридцать восемь то есть вот когда именно вот эта цифра превысит цифру который есть у соланы то тогда ультрон уже перейдет на восьмое место но вот почитать прогнозы что люди думают да 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 надо или сколько да мы кстати можем с тобой периодически записывать вот такие видео и отслеживать эти моменты то есть например там если мы же будем видеть можно еще будет почитать комментарии людей которые я давно не так как я на тому около года да ну в общем вот такая вот интересная информация ребята но вот ты владислав что думаешь о данном по данному вопросу я имею ввиду что ну то что ультрон за один год в общем то получается достиг и даже обогнал например те монеты которые около недели назад когда ты звонил вместе с юрой мы через ватсап общались то я помню он был ниже и говорили что пару дней и обводит я тогда был на дефайламе благодаря вам первый раз сейчас понятно с тобой больше нужно большим экраном не на смартфоне ну понятно намного интересней и полезнее да продолжай пожалуйста делись опытом мне это интересно ну собственно да будем продолжать анализировать кстати обратите внимание что смотрите есть такая графа один day change это изменение за последние сутки 7 7 7d change это изменение за неделю то есть за 7 суток и 1m change это изменение за месяц да по английским манс соответственно давайте смотреть что получается за ультрона то есть ультрона за последний месяц плюс 6 процентов а многие монеты как вы видите они красненькие то есть у них за месяц про получился минус но вот есть несколько монет которые зелененькие то есть у них получился рост например это монеты оптимизм хорошее название кстати монета оптимизм называется плюс 10 процентов солана плюс 17 и вот ультрон плюс 6 процентов вот то есть опять таки по сравнению даже с китами которые занимают нам ну серьезные доли на рынке да то есть ультрон и несколько других монет они как раз за последний месяц подросли до ультрон еще вот за последнюю неделю подрос до на 1 и 34 ну и ультрон сейчас покупать значительно выгоднее то что он же стоит всего лишь девять центов солана я помню намного больше я правда солана нет да дальше кто-то может спросить почему пустая графа актив юзерс то есть число активных пользователей например предыдущий там в таблице солана девяносто одна тысяча восемьсот сорок шесть я так понимаю что просто наверно не подгружаются данные потому что на сайте ulx scan который является блокчейн блок браузером браузером именно блокчейна ультрон где можно отслеживать все транзакции в принципе вот эти данные все видны просто видимо пока еще не налажено взаимодействие ну и кстати сказать видите это не только у ультрона да например у сервисов там блокчейна миксин кронос которые в общем то намного дольше существует на рынке у них тоже не подгружаются вот эти данные единственная вот кстати для меня осталось непонятным а почему bitcoin здесь находится на 17 месте то есть что вроде бы как по именно ну по по суммам bitcoin занимает очень серьезную долю на рынке да и в общем то биткоином пользуется огромное количество людей а тут получается всего лишь восемьсот девяносто четыре то есть вот этот момент непонятен если вдруг кто-то знает то пожалуйста напишите комментариях в комментариях да за заодно мы тоже будем знать этот момент зафиксируем кстати сегодняшнюю дату я думаю у тебя же она сегодня будет уже видео 24 июля сегодня да хорошо владислава 30 тысяч долларов да сегодня там снизился приближается к 20 29 200 полчаса назад я смотрел да ты имеешь ввиду курс биткоина на сегодняшний день ясно так волатильность небольшая присутствует есть ультрон кстати совет такой у тебя на днях если выскажешь то что я зарегистрировался на бирже вчера купить кроме того что кроме пакета на сайте на бирже купить в принципе я считаю что да это тоже полезный навык именно ну помимо покупки nfc то есть научиться покупать и продавать ультроны на бирже потому что это тоже ну скажем поможет человеку освоить именно данный блокчейн данную технологию да и так далее так что это партнеры будут спрашивать тоже некоторым это интересно да да и я думаю что мы с тобой можем даже делать какие-то обучающие видео то есть ну можно например прямо в прямом эфире как бы совершать покупку и чтобы люди видели что в этом ничего такого сложного нет да там ультрон торгуется уже на нескольких биржах и так далее потому что напомню что цель цель фонда ультрона именно в том чтобы приобщить к криптовалютам к блокчейну ну значительную часть населения чтобы люди умели пользоваться этими инструментами собственно это тоже можно сказать образовательная такая цель вот хорошо владислав спасибо большое что подключился вот будем регулярно записывать такие информативные видео обсуждать то что проходит происходит на рынке криптовалют спасибо тебе большое спасибо тебе андрея тоже потому что наша комьюнити будет расти мне тоже это за которой это сфере вращается можно будет приватить их они поделятся опытом до скорых встреч пока пока global star club возможности безграничны